Здравствуйте! Тема дня – повышение тарифов. С 1 сентября 2016 года жители города будут платить за обслуживание домов значительно больше. Каким будет тариф и насколько он обоснован, нам расскажет Александр Николаенко, генеральный директор коммунального предприятия «Наш город». Здравствуйте! Добрый день! Сколько же будут платить жители города за обслуживание дома и насколько обоснован этот тариф? На самом деле мы при формировании тарифа учитывали 869-е постановление, которое регламентирует наличие 26 услуг по решению местного совета, то есть исполнительного комитета городского совета. Для конструктивного обслуживания домов могут быть выбраны те или иные функции, которые будет выполнять в данном случае мое коммунальное предприятие, наше место. На сегодняшний момент мы говорим о 8 основных тарифах, составляющих услуг. Тариф мы просчитывали, начиная от технического обслуживания, мы выходили на общий по городу 2,60. Потом мы на основании обращений трех департаментов, это департамент экономики, финансов, департамент жилищно-коммунального хозяйства. Также были обращения жителей города Запорожья с просьбой включить в состав тарифа еще и текущий ремонт. Добавили мы практически гривну 10, гривну 15 на каждый дом в среднем. Получился средний тариф 3,50. Мы на него вышли. После того, как мэром города Запорожья была поставлена задача пересмотреть составляющую текущего ремонта в составе тарифа на содержание жилого дома, на сегодня мы выходим на 2,90. Насколько я знаю, тарифы не только поднимутся, но и понизятся в некоторых домах. Что за градация? Почему так? Как я уже останавливался раньше, каждый дом это индивидуальность. Мы говорим о том, что нет одинаковых домов. Там играет роль как год постройки, так и проведение капитального ремонта. Был он в каком объеме выборочный, полный капитальный ремонт. В каком состоянии находятся технические сети, инженерные сети, водопровод, канализация, электрические сети. От этих многих факторов зависит существование и формирование тарифа по каждому дому. Нам была поставлена мэром города четкая задача рассчитать тариф по домовой. И мы с этой задачей справились. Когда в последний раз в Запорожье поднимались тарифы на обслуживание дома? Мы говорим о 2009 году. На то время существующих проезжие, которые занимались обслуживанием жилых домов города Запорожья, было принято решение гривна 60 средний тариф по дому. На сегодняшний момент мы говорим о том, что в этом тарифе была заложена стоимость киловатт-часа электроэнергии порядка 42 копеек, средняя заработная плата 575 гривен и другие факторы, которые в долю себестоимости оказания слух занимают более 60%. То есть тариф 7 лет был неизменным? Совершенно верно. Почему так долго? Почему он не менялся? Вы понимаете, как многие говорят, то не было политической воли, то еще что-то не было. На самом деле мы, скорее всего, где-то уходили от решения вопроса, потому что мой один из нелюбимых анекдотов, это анекдот про три конверта. Я не привык говорить, что это делали попередники до нас. Мы пришли в город, мы пришли с благими намерениями для того, чтобы улучшить жизнь жителей города Запорожья. Мы говорим о том, что на сегодня тариф 2,90, который мы согласовали после поручения мэра, мы пересмотрели также текущие ремонты в составе тарифа, в части уменьшения его, то, что мы с вами проговорили. И мы говорим, что в этом тарифе уже заложено гривна 29, это 1 киловатт-час электроэнергии, который нацрегулятор комиссии НКРЕ с 1 сентября вводит. И минимальная заработная плата на уровне 1400 гривен. Тариф на содержание дома один из немногих, который утверждается местной властью. А как он зависит от политики государства? В тариф на содержание жилого дома входят также тарифы, это электроэнергия, та же горячая вода, косвенно, потому что это один кошелек общесемейный жителя города Запорожья, который должен будет заплатить за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Государство регулирует это на уровне нацрегулятора, это комиссия НКРЕ, и постановка кабинета министров. Мы говорим о том, что на сегодняшний момент я как глава рабочей группы по тарифам на эту сессию, которая будет 25 августа, мной подготовлено два проекта обращения к кабинету министров и к нацкомиссии регулирования энергетики. В части пересмотреть стоимость киловатт-часа электроэнергии. Я энергетик до глубины души, то есть я в этом много разбираюсь, я могу говорить об этом много, и говорю о том, что 7 видов электрической энергии у нас в Запорожской области представлена генерация. Мы говорим о том, что мы единственные не только в Украине, а в Европе. И для меня непонятно, как для энергетика, почему в составе тарифа фигурируют, и мы рядышком находимся от генерации, от места производства электроэнергии. И потребители, основная промплощадка и жители находятся в черте города. Почему мы должны платить за электроэнергию на уровне других областей? То есть для меня это непонятно. И второй момент, который мы подготовили обращение, это одна из немаловажных вопросов. Это установка по квартирных учетах, счетчиков учета природного газа. Ставят ли по дому, либо по квартирные, говорят, что это закон о рынке природного газа. Наши коллеги из Запорожгаза. На самом деле, внимательно, если закон почитать, четкой нормы установить, там не прописано. Там рекомендовано установить как по квартирный, так и по домовый учет. Я склоняюсь, как житель города Запорожья, мы должны четко видеть, сколько мы энергоресурсов потребляем. Это позволит нам сделать с вами это по квартирный учет. Ни для кого не секрет, что сфера ЖКХ в Запорожье находится в плачевном состоянии. Повышение тарифа поможет улучшить ситуацию в этой сфере? Ну, после того, как мэр города Владимир Викторович поручил состава тарифа на техническое обслуживание жилого дома по минимуму снизить текущий ремонт, мы понимаем, что выведя из состава текущего ремонта какие-то работы, необходимо этот дом охватывать капитальным ремонтом. О чем я говорю? Это та программа, которую мы амбициозно для себя наметили. До конца года обойти каждый жилой дом города Запорожья в части понять реально его техническое состояние. На основании этого родится программа 2017-2025 года, которая системно будет охвачена капитальным ремонтом каждый жилой дом города Запорожья. По каким критериям? Основные критерии это будут год постройки. Чем дольше будет дом без капитального ремонта, тем он в первоочередные, в первые и вторые приоритеты попадет. И немаловажно также это техническое его состояние. Если мы вывели из состава тарифа на техническое обслуживание жилого дома часть текущего ремонта, мы говорим, что необходимо выполнить капитальный ремонт на этом доме в первую очередь. Вы уже не раз проговорили, что в тарифе заложен текущий ремонт дома. А когда этот текущий ремонт дома закончится, тариф уменьшится? За счет после выполнения капитального ремонта тариф на текущий ремонт совершенно должен уменьшиться. То есть для после выполнения капитального ремонта, то есть это ремонт кровли, это крыша жилого дома, ремонт инженерных сетей, это сети водопровода, канализации, электрические сети, это стояки наши. Это ремонт лифтов, либо полный капитальный, либо там, где надо, выборочный капитальный ремонт. Мы говорим о том, что затраты гривна 10 на текущий ремонт не будут нужны, а необходимо будет просто поддерживать то, что мы охватили капитальным ремонтом. И немаловажно, жители города Запорожья это почувствуют на своих оплатах, в сторону уменьшения. Все-таки уменьшение будет после текущего ремонта. Ну и теперь, наверное, самый долгожданный вопрос от всех жителей Запорожья. После повышения тарифа, что станет лучше? Как теперь будет в сфере ЖКХ? Ну давайте признаемся по-честному, на самом деле тариф гривна 60, по которому работало основание, он был не просто экономически необоснованный, он не позволял даже платить в полном объеме заработную плату работникам МКП основания. Не говоря уже о выполнении текущих ремонтов. Плюс, к сожалению, та экономическая ситуация, которая сложилась у нас в стране, многим жителям города Запорожья не позволяет оплату осуществлять в полном объеме. Не потому, что они не хотят, а потому, что некоторым просто не за что платить. И мы говорим, что при, с одной стороны, прозрачности формирования тарифа поддомного, то, что я организовал благодаря коммунальному предприятию в нашем месте и работникам его. С другой стороны, платежи населения, которые увидят качественно оказанную услугу. Это ремонты текущих подъездов, в которые люди ходят. Это проект энергосбережения. Это замена ламп там, где лестничные клетки наши. В проекте 100-ваттной лампочки, лампы накаливания забитые. Мы поставили для себя приоритет, это энергосбережение. Один из приоритетных по одной простой причине. Чем меньше мы будем в натуральном выражении потреблять энергоресурса, тем меньше за услуги ЖКХ будет платить каждый житель города Запорожья. И для себя имею четкое понимание, как с этим справиться. Для жителей Запорожья проводится какая-то разъяснительная работа, за что они будут платить? На самом деле у нас комиссия по жизнеобеспечению депутатская, членом которой я являюсь, самая шумная, самая важная, я уверен, в городском совете. На нее приходят много жителей простых города Запорожья со своими вопросами. Там проводится разъяснительная работа. Также в средствах массовой информации я в том числе рассказываю людям, пытаюсь донести до каждого жителя города Запорожья информацию. Ну и как я останавливался раньше, я являюсь головой рабочей группы, которая занимается рассмотрением тарифа формирования, как формируемого кабинетом министра Верховной Радой, так и киевскими властями, так и тот единственный тариф на обслуживание жилого дома, который формирует местная городская власть. Изменения уже будут видны с 1 сентября. Ну давайте амбициозные цели для себя поставим. К концу года я уверен, что люди, жители города Запорожья, каждый на себе увидят изменения. На сегодня мы говорим о том, что потихоньку мы изыскиваем возможность выполнения ремонта кровли, дабы успеть до осенне-зимнего периода. Начались текущие ремонты подъездов, жилых домов. Мы говорим о установке тех же детских площадок, которая была городская программа. Это тоже немаловажно. Должно пойти на улучшение инфраструктуры и жизни города Запорожья. Мы тогда, как жители Запорожья, будем ждать чуда в сфере ЖКХ. Спасибо. А я напоминаю, сегодня мы говорили о том, каким будет тариф за обслуживание дома в Запорожье. У нас в гостях был Александр Николаенко, генеральный директор коммунального предприятия «Наш город». Спасибо. Спасибо.